МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как ты посмел и поцеловать девушку? Вы ведь знаете, чем это кончилось бы. Такую возможность Александр Абдулов упустил только однажды, и то в кино. Его любили зрители, особенно женская половина, а он любил их и в жизни, и на съемочной площадке. У меня было ощущение, что Симонова испытывает что-то невероятное к Абдулову, потому что она краснеет в кадре. Марк Анатольевич запретил и Абдулову, и Симонову гримироваться. Абдулов – единственный актер, который снялся во всех фильмах Марка Захарова. Судьбоносная встреча режиссера и будущей звезды случилась на дипломном спектакле в ГИТИСе. После него Захаров пригласил студента в Ленком. За Абдуловым тогда еще числились хвосты по литературе. Сдавал и репетировал, а классику читал уже потом, по настоянию режиссера. В Ленкоме знали, что к ним должен прийти новый актер из Ферганы. В Москву он приехал из Узбекистана, где жил с родителями и братьями. Он не раз вспоминал, как собирал хлопок, но в числе передовиков его фамилии не было. Зато ее уже знали зрители местного театра. Отец Абдулова работал там режиссером и иногда выводил сына на сцену. Так что поступить в творческий вуз проблем не составило. От него шла какая-то теплота все время. Он что-то придумывал, выдумывал такое все. Он что-то организовывал. И женщины, конечно, в него влюблялись и теряли голову. И когда он пришел к нам, то вся наша молодая часть женщин, девчонок, смотрели на него так вожделенно совершенно. И, конечно, он этим спокойно пользовался. Попробуй поешь. Очень вкусно. Не пожалеешь. Женщины не могли отказать Александру Абдулову. Это частенько помогало и в творчестве. Так, на съемках сериала «Гардемарины вперед» актер долго репетировал эпизод, где его герой Василий Ледащев просыпается после гулянки. И все что-то не клеилось. Декорацию рассматривал. Говорит, что-то не хватает. Как это, капусты принесите какую-нибудь? Ему принесли капусты, накидали на столе квашеные из буфета. Он говорит, нет, баба должна быть. Ну как так? Говорит, где мы возьмем, у нас не заявлено. Он говорит, я сейчас найду. Ушел в коридор, привел актрису. Говорит, вот, жизнь нам, значит, у нее лицо вытянулось. Говорит, надо переодеть. Актриса сразу согласилась сыграть сцену с самим Абдуловым. Вы не могли пуговку расстегнуть как-то? В общем, он дорастегивал пуговку. Репетиции к седьмой. Значит, уже почти так уже было. Уже хорошо, больше не надо. А дублю к четвертому. Просто я открыл дверь. Там стоит полностью голая женщина, значит. Полностью, значит. Которую он выталкивает из этого. Говорит, все, иди. И выкидывает за ней одежду, значит. Я совсем запутался. Василий Федорович, я... Я пешка в чьей-то игре. И с гардемаринами получилась удивительная история, поскольку роль Лидища он сыграл замечательно. Двойной агент. Но у него в жизни произошла похожая ситуация. Это связано с романом Абдулова. И действительно он влюбился в иностранку. С Карен Андерсон он познакомился у общих друзей. Она работала в Москве в представительстве Американского банка. Но этот роман продлился недолго. Возлюбленная актера оказалась агентом иностранной разведки и была высолана из Союза. А сам Абдулов на время стал невыездным. Он мне рассказывал, как его вызывали, допрашивали. И он говорил, что вы ей передавали. Он говорит, а что я мог передавать? Репертуарный план Ленкома на октябрь. Но уже вскоре завязался роман с танцовщицей Москонцерта Татьяной Лейбель. Но не прошло и года в жизни актера появляется молодая коллега Ирина Алферова. Их считали самой красивой парой Советского Союза. А совместные фото украшали стены многих квартир. Он, конечно, понял, что он долгое время был иконой советского кинематографа. Даже иконой семейной жизни с Алферовой. Все думали, что это просто такая открытка. Специально сочинил Захаров такой красивый дуэт. Нет, там была настоящая любовь. У Ирины Алферовой тогда уже была дочь от первого брака. И Александр Абдулов заменил ей отца. Но все-таки мечтал о собственных детях. А когда мы были в Нью-Йорке, он даже попросил меня, Люда, поговори с Ирой. Что я очень хочу, чтобы она родила. Я хочу такую большую семью. Она сказала, я не люблю маленьких детей, к сожалению. Этот брак продлился 17 лет. Любовь между актерами вспыхнула на гастролях. Там же семья и распалась. Мы сидели в одной гримёрной с Ирой. Вдруг она плачет, плачет. Я говорю, что случилось? Мы приехали. И Саша сказал, что все кончено. Мы живем в разных номерах. Я ухожу. Вот ключи. Я ухожу совсем. Утешение Александр Абдулов находил в работе. Играя в театре, он параллельно мог сниматься сразу в пяти кинолентах. Порой на съемки приходил, не зная текста. Учить было некогда. Он как у меня поймал, сказал, говорит, так, здорово. Я говорю, здорово. Он говорит, какой фильм? Я говорю, слова знаешь? Я говорю, да. Он говорит, отлично. И вот это вот, значит, идем сюда на камеру. Он говорит, говорит, говорит. Потом говорит, все, закончишь? Поворачиваемся. И дальше он спиной, говорит, на звучание уложим. Была у Абдулова и другая потребность – помогать. Он привозил все самое необходимое в детские дома. А однажды задумал восстановить храм, который был на задворках театра. Так возник фестиваль за дворки, доходы от которого шли на реставрацию. Были, конечно, и криминальные авторитеты. Ну а как же, они крышевали эту историю. Но когда они поняли, что им не надо ничего отщипывать от артистов, поскольку артисты сами ничего не зарабатывают, и все это уходит в храм, мало кто знает, но они тоже из своего общака сумму на храм отдали. Потом он договорился с таможенниками, и все иконы, которые изымались, отдавали туда. Играть на сцене, сниматься и помогать. Александр Абдулов не перестал даже, когда узнал о страшном диагнозе. В 54 у него обнаружили рак. Своё семейное счастье он обрёл за полтора года до смерти. Вторая супруга Юля родила ему дочь. Жалко, что мы с вами раньше не встретились. У нас хотя бы одна, но общая тема обязательно бы нашлась. Вы ведь, как и я, жена Люба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова